Всем привет, меня зовут Женя Гейн и сегодня на моем канале будет очень интересное видео и я советую посмотреть это видео каждой девушки. Я буду снимать две части, в этой части вы узнаете основные признаки, звоночки тиранов и во второй части я расскажу, как уйти от таких мужчин. Когда я была подростком, не было таких видео, не было никаких вообще книг и никакой информации о том, как мы должны вести себя с мужчинами или как мужчины должны вести с нами себя. Мы отталкивались всегда от модели поведения из наших семей, то есть как папа с мамой ведут себя на ваших глазах или как вашего избранного вели родители на его глазах, так он будет и с вами себя вести. Все идет с детства. Соответственно, если раньше женщины затыкали рот, то раньше так и было практически везде во всех отношениях, да, это было нормально в Советском Союзе, но сейчас мир не стоит на месте, наш менталитет начинает смешиваться с европейским, американским и наконец-таки женщины начали прозревать, как же на самом деле устроены отношения и как, оказывается, можно прекрасно жить. В абсолютно нормальных, здоровых отношениях. Давайте разберем основные пункты, звоночки, так называемые, по которым вы можете определить вашего будущего избранника, либо я вам сейчас раскрою ваши глаза на ваши отношения. Есть несколько видов тиранов. Тираны номер один – это которые избивают женщину, не стесняясь, не боясь, оставляют физические увечья, видимые физические увечья. Это тираны номер один, самые такие жестокие, которые считают, что то, что они вас бьют, это нормально и правильно, и меняться он не собирается, да. С таким человеком лучше не жить. В конечном случае он может вас вообще убить. Старайтесь выяснить сразу при ваших начальных отношениях, на что способен ваш мужчина, сможет ли он вас ударить. Даже если он вас начал там толкать об стенку, да, и вы там ударяетесь об стенку или падаете, это тоже ненормально, потому что потом дальше больше он начнет вас уже лупасить. Поэтому вот как-то вот старайтесь поскорее выяснить вот эти моменты, потому что когда мужчина бьет женщину, это плохо. Ваш ребенок потом может это все наблюдать, и у ребенка будет травма, и опять же он эту модель поведения перенесет на свою семью и будет считать это нормальным. То есть задумайтесь об этом. Когда бьет мужчина, это ненормально, это плохо. И, к сожалению, в наших странах, в основном в СНГ, очень мало социальных служб, которые помогают женщинам в таких ситуациях. Это очень плохо. Мы, женщины, не защищены. Поэтому лучше избежать такие отношения, не вступать в брак с таким отношением, потому что когда вы вступите в брак с таким вот тираном, который вас бьет, он в браке, он еще будет больше вас бить, потому что он будет считать, что вы уже его собственность, раз он ваш муж. Следующий тип тирании – это психологический, моральный тиран, который вас не бьет. Он может вас вообще не бить никак физически, не причинять вам физическую боль никакую, но он может принести вам такую душевную, моральную, психологическую боль, которую не принесет тиран, избивая вас. Вот этот тихий тиран, он может быть еще хуже, чем не тихий тиран. Поэтому, девочки, нужно вовремя их обнаружить и понять, с кем вы имеете дело. Так что давайте будем разбирать сейчас тихих тиранов, потому что, в принципе, с агрессивными тиранами все ясно, они там сразу распускают свои руки. А вот тихие тираны, что же могут сделать? Они могут вас покалечить внутри, вашу душу, убить вас как личность, полностью вас уничтожить, вы станете неуверенны в себе, у вас из-за вот этой психосоматики начнутся проблемы со здоровьем. Он вам принесет, мне кажется, даже больше увечий, чем вот тот другой тиран. Поэтому очень важно обнаружить это в начале ваших отношений. Пока вы не влюбились окончательно с головой, лучше убегать от таких отношений, потому что тираны не меняются. Что бы вам ни говорили, звезды, знаки зодиака, или там ваши подруги, или кто-то еще, тираны, они не меняются. Они могут измениться только в том случае, если что-то глобальное с ним произойдет, например, авария, и он там не сможет ходить больше. И тогда он переосмыслит, конечно, свою жизнь и сделает выводы, что да, вот он плохо себя вел и будет уже потом хорошо себя вести. Но это, вот я говорю, даже, может быть, это не поможет. Такие люди, они не меняются еще, потому что внутри них сидит огромное желание контролировать все, контролировать свою семью, вас и вообще все вокруг. Следующая ситуация. Представьте, что вы начали встречаться с парнем, и вроде все хорошо, все классно, и тут вы знакомитесь с его родителями, с его. А вы видите его маму впервые, папу, и вы смотрите на их модель поведения в семье. Самый основной звонок. Обратите внимание на то, как ваш парень общается со своими родителями. Не с вашими, а именно со своими, особенно со своей мамой. Как ваш парень относится к своей маме родной. Если он относится к ней неуважительно, плохо, никак вообще, никак, он будет точно так же относиться и к вам. Поверьте мне, все женщины думают, что именно ко мне он не будет так относиться. Именно со мной он не будет так себя вести. Поверьте мне, это неправда. Следующий очень важный пункт. Обратите внимание, как ваш парень относится к вашим родителям, к вашим сестрам, братьям, к вашим друзьям. Это очень важно, особенно к вашим близким друзьям, с которыми вы всю жизнь, и тут вдруг ни с того ни с сего, ваш молодой человек начинает говорить вам, мне не нравится твоя подруга, потому что она плохо на тебя влияет. Или каждый раз, когда ты приходишь после ваших посиделок, ты ко мне плохо относишься, наверное, она тебя настраивает против меня. Также он может говорить про ваших родителей, про вашу семью, что если вы были у них в гостях, приходите домой, и он такой к вам, «О, ты какая-то другая, наверное, они тебе что-то про меня наговорили, ну скажи правду, что-то наговорили ведь, да?» Хотя вы даже, может быть, про него и не разговаривали вообще, и вы приходите нормально, абсолютно нормально, в хорошем состоянии, ничего плохого не говорили. Но он вдруг почему-то так решил, и вы его не переубедите, потому что он всегда прав, потому что он тиран, вот так вот. Это очень важный пункт, потому что по итогу он вас вообще оставит без родственников, без друзей, без никого, поверьте мне. Следующий пункт – это ваша одежда. Вначале он может вам ничего не говорить, как вы одеваетесь, но если со временем вы замечаете, что он говорит вам, «Это платье слишком короткое», или «У тебя слишком открытое декольте», или «Почему ты так вульгарно оделась?» То есть, если вам кажется, что вы, в принципе, нормально одеты, да, в пределах допустимого, тоже вы должны логически рассуждать и смотреть на себя со стороны, да. Если вы одеты, в принципе, нормально, ну, не так, что у вас ползадницы видно, да, там, или вот реально декольте, там, вот такое, что прям вот все идут и только туда и смотрят. Это понятно, да, что он так отреагирует. Но если вы, в принципе, одеты нормально, ну, там чуть-чуть вот такой какой-нибудь вырез, там, или юбка у вас, там, ну, прикрывает попу, даже ниже попы, да, там, или шорты такие какие-то не совсем открытые, но он вдруг вам говорит, что-то ты разоделась, что-то ты вульгарно выглядишь, или как ше, или как се, это огромный звонок, потому что он вас в итоге потом переоденет под свой вкус, то есть вы даже не сможете самовыражаться. Либо он там говорит, что у тебя макияж вульгарный, или я не хочу, чтобы ты красилась, или зачем тебе салоны красоты, зачем тебе красить волосы, или зачем тебе делать макияж, ты так у меня красотка, ну, логически, ну, вы же все логически размышляете, логически вы понимаете, что без макияжа или не покрашенными волосами вы как-то не так выглядите, да, ну, да, вы привлекательны, вы самые красивые, вы должны себе это говорить, но вы понимаете, что с макияжем вам намного лучше, и вы хотите краситься, почему бы и нет, да, или цвет волос вас вполне устраивает, в чем проблема, почему он вдруг вам говорит, как вас там нужно переодеть, да, в итоге вы будете ходить серой мышью в мешке, и на вас никто смотреть не будет, это его цель, его цель – сделать так, чтобы с вами никто не общался, не знакомился, кроме него самого, только он один единственный будет в вашей семье или в вашей жизни, все. Следующий звонок – это вылазки ваши с друзьями. Если все-таки вам удалось сохранить ваших друзей и не слушать вашего молодого человека, вы все-таки продолжаете общаться с вашими друзьями, любая вылазка, не обязательно это будет ночная вылазка в ночной клуб или там в кафе, в бар, это не обязательно, это может быть кофе, это может быть ланч, это может быть поход в кино, это может быть поход на шопинг, просто пойти к подружке домой, и начинаются такие моменты. Вначале он не против, вы когда ему озвучиваете эту идею, говорите, что собираетесь или ставите его перед фактом, он сначала не против, он такой, да, хорошо. Потом через полчаса вы пока собираетесь или вообще там едете, вы видите, что что-то с ним не то происходит, да, вы чувствуете, вы видите его напряжение, его недовольное лицо, и вы такая говорите, ой, что не так, что-то ты не хочешь, чтобы я шла или ехала, а он говорит, нет, иди, все хорошо. Ну вы чувствуете внутри, что что-то не то Ну он не хочет, чтобы вы шли И вы говорите ему такие вещи Хочешь, я не пойду, хочешь, я ради тебя не пойду Я останусь с тобой Он говорит, нет, иди, ты же собралась Иди, ты все нормально, иди, я буду работать Или я там что-то сделаю Либо вы не идете, остаетесь с ним И доказываете ему свою любовь и верность И преданность И сидите с ним дома до конца жизни С ним одним Либо вы такая независимая женщина Вообще не обращайте на его обиды внимания И вам пофиг, у вас есть друзья, встреча Нужно идти Вы уходите, и не важно, что он сидит и обижается И либо вы уходите Но у вас просто кошки скребут в душе Потому что вы знаете, что он обижается И вы уже не можете расслабиться Вы не можете находиться с друзьями Вы хотите домой Вы хотите домой доказать, опять же То, что вы его любите И то, что вы готовы ради него На все даже прийти через полчаса домой И знаете, что самое интересное Это не обязательно должны быть друзья Или знакомые Какие-то выходы Это может быть даже ваша работа Это может быть ваша учеба Вы ходите каждый день на работу Или на учебу И вашему молодому человеку Это не нравится Ему кажется, что там Все к вам пристают Или что вы там с кем-то заигрываете Или вы просто уходите Но, конечно, вы куда-то уходите Вас там ждут 10 тысяч кобелей Которые готовы на вас напрыгнуть И вы тут же готовы с ними пойти Со всеми одновременно То есть, когда он начинает на вас давить Это может быть от друзей до учебы Это все что угодно Это даже может быть поход к родителям Тоже он ревнует Он не хочет Ему кажется, что они настраивают И вот эти обиды Это ненормально Девочки Это ужасно Это вообще что происходит у мужчины В голове, что он вот такие вещи выдает Следующий очень интересный звонок Это манипуляция Вообще тираны любят манипулировать Они постоянно это делают Это может быть и связано с сексом Это манипуляция деньгами Кстати, про деньги тоже можно поговорить То, что деньги для них Это как один из способов манипуляции и шантажа В основном тираны стараются ограничивать вас в финансах Максимально Как только возможно Даже если вы зарабатываете собственные деньги Они любыми способами у вас должны их отобрать Нет, не себе забрать А просто, может быть, положить на счет к себе Или на черный день в сейф закрыть Но чтобы у вас не было ключа Обязательно это нужно сделать Потому что он вам не доверяет Вы же транжиром Вы пойдете все деньги потратите Все прям до копейки У вас же нет ничего в голове Вы идете все и тратите Да, вот вообще мозгов нет И вы думаете, ну да, я пойду все потрачу Я не умею копить деньги Действительно, пусть забирает Пусть забирает, дорогой мой И у вас вообще нет доступа ни к каким деньгам Вы вообще зависите от него И вы просите постоянно у него денег Хотя, может быть, это и ваши деньги И вообще общие Но они под его контролем Они находятся либо у него на счету Либо у него в сейфе Но ключ только у него И вы выпрашиваете у него Там, боже, 100 рублей на трусы себе И все равно он с трудом дает вам эти 100 рублей Потому что говорит о том У вас и так много трусов Зачем вам еще одни? Но ничего, что все с дырками И вообще прошлогодние Не зачем тебе трусы? Я тебя и с такими люблю трусами В катушку И что касается секса Он может вам предлагать такие вещи Которые вам абсолютно не нравятся Которые вас пугают Или вам некомфортно с этим Может быть, вы с традиционной закалки И не хотите ничего нового Но он манипулирует вами И говорит, что если вы этого не сделаете Он вам изменит Или уйдет другой женщине Типа, зачем тебе это? Давай, ты мне это дашь Нежели я буду это искать на стороне Следующий, конечно, явный такой звонок Но все равно многие женщины этого не замечают И для них это абсолютно нормально Ваш тюрам начинает вас унижать на людях При своих друзьях При ваших друзьях Не важно При своих родственниках При ваших родственниках Он может вам в грубой форме закрыть рот Даже если вы ничего не сказали в его адрес Даже если вы, в принципе, ничего не сказали Он все равно хочет вам закрыть рот Потому что вы как-то там посмеялись не так Или какую-то шутку несмешную сказали И он может вам сказать при всех Типа, там, обозвать Или сказать, что ты вообще говоришь здесь Ты вообще думаешь, о чем ты говоришь или нет Подвезет вас в туалет И начинает вас там к стенке прижимать Что ты творишь? Что ты делаешь? А ты ничего не делаешь Ты сидишь весело, тебе классно Развлекаешься с друзьями Но вот ему не нравится, как ты себя ведешь Как-то ты себя ведешь слишком борзо Какая-то ты слишком компанейская Нужно тебя заткнуть И он затыкает вас любыми способами Следующий звонок Ваш тиран недоволен вами Вообще недоволен всегда, всем Даже если вы суперидеальная женщина Выполняете все ваши обязательства по дому Вы выглядите хорошо И все накормлены Все в порядке Но все равно вы плохая Ну, в чем-то вы плохая Он найдет, в чем вас упрекнуть И всегда вы будете не идеальны для него Вы всегда будете какой-то не такой Слишком толстый, слишком тупой Слишком невкусно готовящий Слишком плохо убирающий Слишком воняющий Вы для него всегда будете какой-то не такой За счет этого у женщины начинают появляться комплексы Очень-очень много комплексов И женщина с таким мужчиной чувствует себя отвратительно Все время под какими-либо комплексами находясь Сколько красивых женщин живут с мужчинами И ходят вот так, да Какие-то сгорбленные, какие-то забитые Вот она сидит, но она такая красотка Но она, видно, что слово не может сказать, боится Либо считает, что она такая тупая Что она не может даже поддерживать беседу Потому что рядом с ней сидит тиран Который ей все мозги промыл И эта женщина красивая Уже некрасивая, потому что она забитая У нее душа, уже все будет Он всегда будет считать, что он прав Он найдет миллион аргументов против вас Он вам объяснит, почему вы такая тупая Он вам объяснит, почему вы такая толстая Он вам все объяснит И вы такая подумаете Да, точно я такая Следующий звоночек Это контроль во всем Контроль ваших финансов Про это я уже говорила Контроль вашего телефона Ваших смс-ок Всех ваших соцсетей Даже переписку с вашей мамой Он читает Он все-все-все контролирует И потом он находит какой-то момент За который можно зацепиться И вас наказать за это Вот, они любят еще очень наказывать За что-то Заметьте, это тоже очень важный звонок Если ваш мужчина находит вам Постоянно какие-либо наказания Он тиран Я сейчас немного завелась Потому что все эти темы Они настолько больные Настолько мне знакомы Потому что у меня очень много подруг Находится и находились в таких отношениях Я сама тоже находилась в таких отношениях Но я не говорю сейчас про своего бывшего мужа И вообще у меня были еще отношения до мужа И я знаю, что это такое Ваши письма, рассказы И в основном все ситуации одинаковые Почему-то одинаковые Я не знаю почему Это какая-то модель поведения Тиранов Они все, в принципе, одинаково себя ведут И девочки, еще раз я повторюсь Они не меняются Если вы думаете, что вы сможете изменить тирана Вы его не поменяете Он может успокоиться на время Вы можете его как-то проучить От него уйти Там, не знаю Все, что угодно сделать Но он не поменяется Вы будете жить его жизнью Основная цель тирана Это получить полный контроль над вами И сделать так, чтобы вы жили Его жизнью и его интересами У вас не должно быть никаких своих интересов И никакого мнения своего Вы начинаете даже верить в то Что вы этого хотите на самом деле Но это все его цель Его план, его жизнь Это совсем не ваше Вы просто вдвоем начинаете жить его жизнью Вы ему помогаете Вы его наполняете энергией Он питается вашей энергией За счет этого ему классно Он вообще король, он тиран Что хочет, то и делает Вообще с вами Со всеми вокруг С вашей семьей Еще такой момент Это может быть не только ваш молодой человек Или ваш муж Это могут быть ваши родители Это может быть ваш отец Или ваша мать Или кто-то из ваших друзей Или сестер Или на работе Такая вот сложившаяся ситуация Вы должны четко понимать Что это тирания Что это ненормально И как-то выходить из этой ситуации Потому что Лучше пресечь это в начале Или не допустить Чего-то плохого Потому что это Может нехорошо закончиться Не только с вами Но и может быть с вашими Какими-то близкими С детьми Поэтому я буду снимать Продолжение Вторую часть О том Как уйти от тирана Что для этого нужно Если вы Не можете Вот так взять Просто и уйти Я буду советовать Что же вам делать И жду ваших комментариев Может быть Какие-то Еще пункты я пропустила Как определить Мужчину тираном Может быть У кого-то есть советы Может быть Есть какие-то свои истории Пишите их обязательно В комментариях Под этим видео Я думаю Что очень многие девочки Нуждаются в помощи В поддержке Поэтому Вы будете полезны Так же как и я Я Желаю всем удачи Ставьте лайки И Не забывайте Подписаться на мой канал Всем спасибо за просмотр Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok